Я видела много зоопарков в мире, но киевский зоопарк не соответствует никаким меркам этическим и международным. И хуже условий в зоопарке этом я не видела, потому в 2007 году он был исключен из ИАДы и без права восстановления до 2012 года. Хотя в 2009 году осенью было заявлено, что зоопарк скоро в том восстании с членом ИАДы, но на самом деле европейские специалисты, увидев те условия в зоопарке, которые у нас сейчас, они просто рыдали, они просто не могли поверить, что в Европе сейчас есть такая ситуация, как сейчас. Что же происходит? За последние 10 лет зоопарк не возглавил ни один специалист. По нормам Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов, директор зоопарка должен иметь 20-летний стаж работы в зоопарке, должен иметь соответствующее образование, ветеринара или зоолога. Но за последние 10 лет его возглавляют бойщики или же люди, которые раньше занимались собачьими боями и так далее. За последние 10 лет он превращается по сути в торгово-развлекательный комплекс. То есть было построено место для рыбалки, что вообще не вяжется никак с определением зоопарка, зооповедной зоны. Было построено, собиралась построиться автостоянка, даже подъемная автостоянка. Для этого были снесены вольеры для птиц. То есть объект, который предназначался для светообразных пробегиан, собирались переориентировать на торгово-развлекательный комплекс. Также мы можем наблюдать много новых торговых точек, кафе, рестораны. Неужели это действительно тот зоопарк, которого хотят являться? Зоопарк, по определению, это научно-госветительский комплекс. Но при этом был упражнен научный отдел. Были уволены более 60 специалистов. И вместо них были приглашены двое, в кавычках, специалистов из Великобритании. Но по справкам эти люди были всего лишь уборщиками, двое людей. И их уволили из английского зоопарка за жестокое обращение к животным. И теперь нам декларируют то, что это специалисты. И нововведение в зоопарках производится соответственно их советам и рекомендациям. Но как могут эти люди что-либо советовать? Поэтому мы собрались сегодня здесь, чтобы высказать то, что мы хотели бы видеть зоопарк местом, где сохранялись бы виды, которые и так находятся под угрозой уничтожения, а не местом для развлечения, для спрендов и автомобилей и так далее. Согласно официальной пропаганде дирекции зоопарка, условия жизни животных улучшаются. Конечно, возможно, это отчасти так. Но при этом дальше продолжают погибать животные. Недавно погиб медведь, который содержался долгое время в карцере. Он погиб от пневмонии. И это было предвидено. Неделю назад погиб броненосец. Мы боимся, что будет дальше. Поскольку специалистов в зоопарке практически не осталось. Ветеринарный уход не соответствует... Ну, не соответствует... Нет соответственного ветеринарного ухода. Поэтому мы хотели бы видеть зоопарк местом, где животным были бы предоставлены условия, достаточно подходящие для их жизни. Где они могли бы... Где обезьяны, являющиеся наиболее социальными животными, имели бы пару, в отличие от гориллы, которые сейчас умирают от одиночества. Где они бы зимовали в теплых помещениях, в отличие, например, от гопытных, которые с сих пор находятся в деревянных помещениях. И где действительно бы спасали животных, а не использовали их в качестве приманки посетителей. И... И... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...